Сейчас допустил ошибку, потому что направление акробатики было по диагонали, а он не удержал это направление, и вот этот упор лёжа выполнил в сторону, как говорится. Сейчас гимнатическая часть упражнения, очевидно, он будет вот стойка, поворот. Это всё элементы обязательных требований в больных упражнениях, но называются элементом гимнастики. Теперь надо выполнить акробатику. Потом орандат, двойной твист и не только заступ, а просто он вышел абсолютно с площадки 12 на 12. Но неважно, насколько, чуть-чуть заступил или два шага, всё равно 0,1 минус. И закончил он. В общем, упражнение выполнено, безусловно, не на высоком уровне, потому что после каждой акробатики в приземлениях была ошибка, плюс и по сложности, наверное, он будет отставать от той максимальной стоимости. Я прошу прощения, это был не Древен, конечно же, это был Дмитрий Парамонов. А вообще финалистов немного, прямо скажем, шестеро. И буквально в последний момент они менялись. Вот нам дали такой протокол, что вычеркнут, зачеркнут, подставлен, переставлен. В общем, они по ходу выбываются. Система такая проста, отработана годами, 8 финалистов и двое запасных. Если кто-то из финалистов каким-то причинам не может принять участие в этом самом финале, то его и кто-то из запасных и меняет. Но сегодня вышедшие в этот финал с лучшими оценками Евгений Подгорный и Евгений Крылов просто-напросто пыльны, и поэтому снялись соревнования. А запасные Юрий Крюков и Дмитрий Древен тоже не смогли выступить. Вот и получилось, что финалистов всего шестеро. Тем временем уже следующий участник финала Антон Лобачев на ваших экранах. Оценку Парамонова увидели, она смехотворна, прямо скажем, для финала. Ну, а Лобачев тоже не более ярко, как говорится, начал акробатику, с довольно значительной ошибкой, поэтому ждать, наверное, высокой оценки нам не придется. А я все равно напрягаю вас, уважаемые телезрители. Впереди еще будут исполнители вольных упражнений, способные показать нам, во-первых, классное исполнение будут рассчитывать и хороший труд. Это и Бондаренко, и Тихановский. Также мы еще посмотрим. У мальчиков на вольных упражнениях обязательно присутствует ряд специальных требований, которые регламентируются международными правилами. Это надо выполнить различные акробатические связки, по направлению различные. Это акробатика, развивающаяся назад, и акробатика с передними вращениями. Закончить надо, вот он сейчас тройным героем закончил, закончить надо сегодня программу, ниже элементы по стоимости группы С. Ну, вот как раз то, что показал Лобачев, этого достаточно, что касаемо удовлетворения концовки. А уж базовую оценку, Вы уже говорили о том, как ему открыли... 9-5 всего лишь, это самая база у него и явно, там много ему еще поснимают. То есть оценка вряд ли будет... Высокой. Вряд ли доберется до 9. Безусловно, король этого вида спортивной гимнастики Алексей Немов, и он даже в зале, но не более чем разминается. У него, как всегда, колоссальная загруженность, колоссальная занятость. Его приглашают туда, приглашают сюда. Не говоря уж о том, что это в принципе лидер отечественной гимнастики. Ну, чаще всего его освобождают от участия в национальных турнирах. По всем вышесложным причинам. Вот она, отцена, 8-0-50. Она не то же до 9-ти, до 8-ти ей добралась. Ну, вот и на этот раз тоже, Лешу, освободили. Ну, ходят в зале, здесь присутствуют. Уже неплохо. Это, Александр, Дюмин, третий сегодняшний финалист. Да, но пока я должна заметить, что, конечно, их вольницами не назовешь. Потому что очень грязные исполнения акробатики, нечеткие приземления. Конечно, с такой подготовкой рассчитывать на высокие места вольных упражнений невозможно. Но в то же время, если вот так вот ведущие гимнасты сошли по ходу соревнований, то вполне вероятно, и такая оценка будет для кого-то достаточной, чтобы войти в призерку, в тройку призовых. Это такой эффектный элемент, но в плане артистичности он не очень это, как говорится, обозначил. Ну, вот, собственно, и все. Два скланы пируэта. И вы заметили, что, конечно, с этой вращением очень сложно остановить себя. И он вынужден был шагнуть вперед. Ну, еще раз повторяю, высокой оценки мы здесь не увидим. Ну, пока будем так предполагать, что мальчики прикидывают свои силы и стараются, может быть, потом сделать определенные выводы, чтобы в следующий раз в финал попасть на более солидном уровне. Ну, уж база-то 9-6. Уже повыше не нужно. Уже хотя бы на 1-10 выше. А вот исполнительское мастерство пока еще оставляет желать лучшего. 8-95. Так потихонечку она поднимается, оценка, да? Да. Ну, а следом, собственно говоря, уже претендент на медаль. Наверное. И Георгий Гребеньков. Это 1982 года рождения из Санкт-Петербурга. Вчера мы его показывали очень внимательно на каждом снаряде. Вот уже, видите, какая мощь. Это уже начало. Да, и сразу по исполнительскому мастерству заметно, что мальчик не новичок. Тренирует его Петров Сергей Валентинович. Вот рантат, полтора винта, сальто вперед, прогнувшись и двойной вперед. Ну, это блестяще. Вот он уже в этих двух акробатических линиях набрал надбавку, ну, не менее 50-х. Нет, это, конечно, сразу резко, я думаю, не только специалистам гимнастики, но и просто зрителю понятно. Вот здесь бы я немножко его поднаказала за грязь, потому что надо ноги абсолютно оттянутыми быть. Должны ноги быть вытянутыми. Ну, это относится к гимнастической серии элементов. Вот он, пожалуй, уже и завершает свою программу. Тройной вперед. Нет, сейчас рада, пляк. И первое, и заднее. Ну, вот, конечно, уже не положено мастеру международного класса вот такие вот глупости допускать, как заступать за линию. Ну, что сказать о нем? Конечно, он явно был выше и классом, и трудностью по отношению к предыдущим гимнастам. Но ошибки были. А вот Бастыму открыли 9,6, тем не менее. Ну, 9,6, 10-байную базу вообще еще пока существует даже в мире, но человека 4-5, которые способны набрать 10 баллов в многоборе. Может быть, те гимнасты, которые стреляют отдельно в вид, вот уже все-таки за девяточку мы с вами перепрыгнули, и Гребенков Георгиевич 9,1 получил. Ну, а далее абсолютный чемпион России 2003 года, это, в общем, сенсация, Юрий Тихановский. Да, Тихановский, конечно, очень долгий уже период выступает на нашем помосте, и он и по возрасту не молодой, относительно гимнастики не молодой, 76-го года рождения. Обыграл Бондаренко, обыграл Крюкова, обыграл того же Гребенкова, обыграл, не знаю, обыграл бы Подгорного, как бы тот вчера выступал, неизвестно, но тем или иначе. Чем так или иначе? Вот он показал вначале очень сложную акробатику, два сальто прогнувшись назад и с винтами. А вот сейчас те же два сальто прогнувшись, только без винтов, но в темпе был выполнен сальто в упор лёжа. В общем, это всё вот эти тексты такие неожиданные, ну и сейчас размах совершенно этих одноношных махов, переходящих в стойку с вращениями, многочисленными вращениями, тут посчитать даже сложно. Чуть, вот, ну, чуть, может быть, менее шикарно он это сделал, чем Немов, чуть. Чуть, вот именно в этой мёртвой точке, не надо подсказать нам, Альбинс, подойти и сказать, чего не хватает у них. Я думаю, вообще, я не тоже думаю, а... Уверен, да? Конечно, все там всё понимают. Достигается в упражнении, как говоришь. Да, да, и вообще каждому присущий свой дух исполнения, артистичность, у кого-то выше, ниже. В этом плане Немов у нас, конечно... Опа, чуть не до ворот, а так задумано, конечно, очень неплохо. Значит, это был новоизвучённый чемпион России, абсолютный чемпион России 2003 года. Базовая стоимость этого упражнения 9,8. Однако, что касается всех этих базовых стоимостей... Напомню, то, о чём мы говорили уже накануне. Здесь, именно на этом турнире, локально, что называется, принята немножко отличная от международной системы, вот, собственно говоря, подсчёт этой самой базы. В связи с чем, и результаты-то, в общем, чемпионата оказались неожиданными. Отличие вот в том, о чём Лидия Гавриловна уже вчера говорила, считаются элементы, а не их связки. Не связки, правильно. Особо трудные элементы. Вот как они сегодня называются? Супер-Е. Есть трудные элементы, начиная с группы Д, группы Е и Супер-Е. Вот мы, кстати, эту систему, извините, Гавриловну, вот эту систему российскую мы сейчас и проверим. Потому что у Алексея Бондаренко, который завершает финал в вольных упражнениях, у него-то по международным правилам все шесть упражнений... Которые, значит, да, с десятибалльной базой. Да. Остаётся самое главное, Денис, выполнить. Совершенно верно. Потому что когда берёшься за такой большой риск, и вроде как выполнить систему больную стоимость программы, очень-очень много трудностей по ходу выполнения. Вот мы сейчас последим за Алексеем Бондаренко. А у него задача не маленькая, потому что предыдущий конкурент его получил от 29,40, взятый. Посмотрим, что он покажет. Рандат, взятый. Стоит. С двумя. Ну, на дно десятую ошибку. Ну, это уже супер-е. Такой трудный элемент. Рандат. Полтора винта. Сальто прогнуло. Ну, шесть-два влёжа. Опять надбавка. И выполнена почти безукоризменно. Надбавка за связку. За связку надбавку. А здесь нету этой надбавки. А, да, извиняюсь. Но у него есть вот это вот всё равно соединение было. В акробатике сальто подращается. Только в акробатике чуть-чуть. Он соединяется когда с вторым сальто. Молодец, Денис. Ты уже это прям совсем сечёшь. Все наши правила. Ну, я думаю, логично задать вопрос вчерашний. Может быть, у всех зрителей. Твой вопрос. Зачем это надо и чем отличается? Опа, подождите, мы всё-таки за Бондарецком. Пока всё удаётся. Надо цляк боковой сальто. Это просто увертюра для красоты. Отзад, цляк. И вот и всё. Вот где он и отдал сразу всё. Вот что такое? Тихановский выиграл. Да, конечно. И прибавляет звание абсолютного чемпиона. Ещё одну. Ещё и золотую медаль. Нет, звание сегодня кубка. Мы сегодня разыгрываем. Малый кубок. Кубок. Значит, обладатель кубка в упражнениях. Вольных упражнениях. С ним становится Тихановский Юрий. И вот как раз Немов сейчас сочувственно приобнял товарища по команде. Да. Я скажу, Лёха Негорюй. Объясню, почему Лёха Негорюй. Мы вчера разговаривали с Валерием Алпосовым, тренером, личным тренером Бондаренко. Так вот, то, что сейчас у него есть, я имею в виду, у Бондаренко, а именно десятибальная базовая стоимость в соответствии с международными требованиями всех шести упражнений, это выполнение задачи, которая была поставлена всего-навсего, всего-навсего, пять месяцев назад. За пять месяцев это аркаевское требование Алпосовым с Бондаренко было исполнено. Стоит удивляться тому, что вчера, например, в Многоборье, эх, тут вот неприятный, конечно, был эпизод, так вот, стоит ли удивляться, ведь говорил он тому, что вчера в четырех видах из шести Бондаренко ошибся. Серьезно. Грубо ошибся, на полпала. За пять месяцев построить сверхсложную программу, это все же неприятно. Все правильно, Денис. Но я хочу маленькую поправку внести. Конечно, он эти элементы выучил не за пять месяцев. В отдельности каждым элементом он владел. И вот сейчас показательный пример. В чем проблема-то? Вот он сейчас сделал ошибку в конце на элементе, который с ним почти родился, герой задний. Он его в начале делает по копейке. А когда надо все выстроить в программе, сделать вот этот герой задний не в начале, то есть не в начале, а в конце, плюс выполнить все сложнейшие, с чего он начинал два с двумя винтами, плюс включить среднюю линию. В общем, все вот, когда пять рисков в уме и в голове, то вот ты думаешь, справится гимназ, далеко не каждый с этим справится. Вот еще раз повторяю, отдельно он эти элементы может сдать на пять с плюсом. А вот в комплекте, вот она и слабость. Все уже довел, я говорил, почти без ошибок вел Бондаренко программу на вольных упражнений. И на последней линии сразу полбала с него сняли, и он вне игры. Итак, Тихановский выиграл второй Гребеньков, третий Демин. И на помост выходят участницы финала в опорном прыжке у девушки. Ну и вот первая из финалисток, Полина Миллер, готовится к второй попытке. Сейчас я немножко, Денис, извини, мы пока тут непонятно не приступили уже к оценкам, или еще пока продолжается разминка. Готовится к первой попытке, конечно, простите. Полина Миллер, это гимнасткий из Санкт-Петербурга, с хорошими возможностями, уже член сборной команды, она уже мастер спорта международного класса, невзирая на очень крутой возраст. Она 88-го года рождения, тренирует ее в Каврижных Наталья Николаевна. Ну, одновременно идут соревнования в финале на коне. Господи, ну когда вот эта дезорганизованность в обустройстве соревнований закончится? Это такой крик души, Лид Гавриевна, простите. Жаль, что, конечно, мы пропускаем с вами Алексея Бондаренко, который работает сейчас на коне Мати. Смотрим за Полиной Миллер. Рандас. И... Куэр, по-моему, напрыгнул, сальто прогнувшись. Это будет базовый оценка не высока, но все-таки по самой технике исполнение прыжок удалось. Тем временем Алексей Бондаренко, увы, сорвался из коня. Замечу, что перед самым соскоком, то есть опять какое-то последнее мгновение упражнения, как это было и с Вольными, у него этот самый срыв произошел. Так что, может быть, и ничего страшного в том, что мы не увидели его выступление. Миллер готовится к исполнению второй попытки. Да, я должна напомнить, что сегодня финал, поэтому гимнастка обязана выполнить два разных прыжка, разных по структуре, не только разных по номерам, а есть сальтные прыжки, вперед, назад, с поворотами. Вот структурно разные два прыжка. Один она выполнила на 9,1. Посмотрим, на какую оценку получится. Второй прыжок – это складывать, делиться пополам, и получать рементацию. И полтора винта. Но, к сожалению, как мы с вами видели, с приземлением совсем не на ту часть тела. Это стоит 2 балла. Полина вышла в финал с оценкой полученной в квалификации 8,95, и вряд ли будет больше сейчас. Нет, сейчас уже никак больше не будет, потому что уже падение было. И дают команду Гребенькову начать уже упражнение. Традиционно по очереди. Должны чередоваться вообще. Да, должны. Но будет это так или нет, увы, предсказать. Именно вот какие-то тонкости организации, но не получается хоть и трест. Ну вот пошел уже Гребеньков, Георгий. Да. Пока он ведет неплохо. Вот эти вот дуножные маки. Вот ему дело вперед, назад, на ручках, на двой ручке. Это все очень сложно. Ну и все. Ровно ту же картину мы наблюдали накануне. И выдохся, да. Он для них считается очень сложно. Да, ну уже прыжок пошел. Вот тут надо просто, может быть, как-то приспособиться. Всегда сложно сначала смотреть гимнастику, тем более ее показывать. Ну бог с ним. Они должны чередовать вообще, извините, Денис. Ну вот сейчас, пока Георгий будет заканчивать уже завальную свою программу, в это время прыгнула на прыжок вторая гимнастка. Ольга Угарова. Ольга Угарова. Не то чтобы... Неважно, это просто, она его не прыгает. Более того, более того, увы, нам кажется с травмой. Ну нет, нет. Нет, она приземлилась не на ступни и вправе за такой прыжок судьи выстрелить ноль. Потому что первым условием все-таки любой прыжок должен завершиться. Собственно, вы и видите, как вот это было. Она неудачно приземлилась. Да, она и приземлилась неудачно завалилась. Держится за руку и все, снялась она, к сожалению, с соревнований. Ну она не владеет прыжком, прямо скажем. Разве можно было браться за такой сложный прыжок, когда у нее там еще видно невооруженным глазом плохая подготовка. Следующий будет прыгать Лейла Груздева. А тем временем к коню подошел, ну совсем уж юноша Дмитрий Гоготов, заменяющий в этом финале никого не заменяющий. Просто молодой человек самостоятельно вполне прошел в финал. И все-таки ему дают первому команду исполнять упражнения. Давайте смотреть конь. Может быть мы его и поймаем, да. Вот он на ваших экранах, этот финалист. Очень изящный, очень небольшого роста, легкий, а посадка высоченная. Видите, как он, видно, руки длинные. У него вот таз почти не касается нигде, ни ручек коня, ни тела. Хотя, посмотрите, как он легко дружит с этим снарядом. Просто молодец, поэтому он совершенно не случайно... А ты, как захвалила я его. Не случайно он оказался финалистом в этом виде многоборья. Очень жаль, конечно, что у него не удался этот подход. Кокотов Дмитрий, он еще, я уже сказала, юный, он даже по виду юный, 87-го года рождения. Вообще, москвич, сам происхождением из Курска, но в данный момент тренируется в «Динамо». И его тренирует Калинов Владимир Филиппович и Небытов Павел Ватильевич. Конечно, расстроена вся эта группа исполнителей, прямо скажем. «А школа блестящая». Молодец, молодец, и у него еще все впереди. Потому что если Бондаренко упал, если... Гребеньков туда же. Гребеньков, ну, это же старше его на 5, на 6 лет. Это еще у него запас очень хороший. Одним словом, мы с вами можем вполне запомнить эту фамилию. Боготова. И следить за его восходом. Лайла Груждева тем временем вторую попытку осуществляет. За первую у нее оценка 8,65. Посмотрим, что она покажет на втором прыжке. Ну, неплохо. Неплохо, но я думаю, это еще не те гимнастки пока прыгают, которые будут подъявлять, значит, деньги на золотую медаль. Или на кубок. Я еще раз повторяюсь, потому что редко как-то бывает чаще в отдельных медалях. То есть в отдельных видах разыгрываются медали, а сегодня, значит, 10 кубков будет разыгрываться российская гимнастика. По финале упражнений на коне опять недобор. Уже не 6, впрочем, а 7. У меня Алексея не обувь, что-то, если не успели заменить перед самым стартом. Жалко. Дал он отказ. Да, Гогутов лучше 8,7 десяток. Ну, сейчас на замолочку, конечно, все. Внимание. Пока ничего не скажу. Ну, это на пену, чтобы она знакома хорошо. И так мастер пытается его без больших ошибок выполнить. Но я напомню, что у него очень недавняя такая, можно сказать, свежая травма. У него палец не в ступне. Большой палец подкидит. Поэтому, конечно, именно для прыжка это не самое приятное. Надо разбежаться, надо оттолкнуться. Это все через большую палец. И два вентара. Раз. Два. Небольшая ошибка в приземлении. Ну, конечно, можно всегда придираться. Сейчас мы просто видим положение тела во время вращения. Так, чуть-чуть согнутый. Всегда взят на себя. За это не заказывается. Ну, и объявлена оценка. 9.450. Второй прыжок линии предстоит. На этом втором прыжке и завершится первая половина этого финала. Потом разминка короткая. Очень для оставшихся финалистов. Молодец. Это потруднее, безусловно, ее прыжок. Напомню, почему. Она практически выполняет одинаково два прыжка. Но первый прыжок был с рандата. То есть, она еще такую часть акробатики выполняет в разгоне. А второй с прямого разбега. И должна подсказать, что это сложнее. Поэтому у нее вращение было, видимо, уже с большими ошибками. Вот сейчас, смотрите, она с прямого разбега. А так вот только на руки, на коня. И два винта уже по форме, прямо скажем, у нас существует. Это выражение грязи много. Это значит, все от... Вот недовольна. Не то, что недовольна, плачет. Может, больно. Да просто больно. Она очень хромая сошла с помостом. Какая молодец, а? И тем не менее, она все, что нужно, прыгнула. И тем не менее, она сейчас серьезную оценку получит. Ну, я думаю, поменьше оценка будет, потому что не так здорово все-таки выполнено. 9275 и итоговые результаты. Пока он больше, безусловно. Зачем у кого-либо больше? Да. Да. А вот за ней у нас остались еще впереди, значит, Шевченко, Зиганышин и Павлов. И я должна сказать, что все могут. Все могут. Так что еще с вами только впереди можем ответить на вопрос, что станет обладатель в купках, прыжках, девушек. Это, впрочем, разминочная попытка. Сейчас была вам показана. А вот это уже попытка вполне зачетная. Тимур Кузьмин готов к тому, чтобы... ...всполнить упражнение на конь-махе. Одновременно готовится к своим финальным попыткам и девушке-прыгунье. Пока среди них лидирует Елена Замолодчикова. А здесь на коне первый пока Дмитрий Гоготов. Но 8.70 это, конечно, не серьезно. Просто-напросто он лучший из тех, кто сорвался с этого снаряда. Так, у нас Тимур на коне. Вот эти вот круги на теле. Это русские круги называются. Потом он совсем незаметно как бы перешел на вторую часть. На вторую-третью, конечно. Вещение с воротом на 180. Ну, как-то всегда хочется от идеального класса исполнения отходить. Конечно, здесь были ошибки при исполнении каждого элемента, каждого круга, каждого момента. Вот, значит, выполнила сейчас Шевченко у нас прыгнула, Александра. Первую свою попытку мгновенно, едва дав Тимуру покинуть снаряд, отправили на старт Александру Шевченко. Но у нее еще будет вторая попытка. А про Тимура мне хотелось бы добавить, все-таки напомнить, что он из города Владимира. И тренирует его Грижимский Игорь и Иванчук Виталий. Сам он 80-го года рождения. Это уже не совсем юно, не то, что мы видели перед ним, совершенно легкого, невероятного, гоготова Дмитрия. Значит, я это к тому говорю, что у одного уже большая, то есть еще большая перспектива, а этому пора уже стабилизировать свои результаты. Ну и Шевченко Александра из Санкт-Петербурга выполнив первый прыжок на оценку 8-9 десятых. Переходят к второму прыжку. Ну а Кузьмин, конечно, лидер. У него 9-2. И вы видите Шевченко Александру. Санкт-Петербург, Виктор Ковриченко. Ну она такая крепкая, мощная девочка. И тут же на конь-махе оказывается Юрий Тихановский, абсолютный чемпион России этого года. Вы его видите. Ну я думаю, у него сегодня все на подъеме, весь этот старт идет. Очень удачно он попал в ритм с музыкальным сопровождением. Это иногда очень помогает. Музыкальное сопровождение идет флоном, таким легким. Задумал какой-то переход в стоке на кистях, вроде поворот. Может быть, это... Вот уже в общем сдох после него, как говорится. Но дотерпел? Дотащил. И дотащил. Дотащил, это правильно сказано. Потому что уже он везде чуть-чуть не доворачивался, не докручивался. И появлялась уже такая видная голая сила. Это все элементы уже, то есть такие моменты, которые будут отмечены судьями. Объявлена оценка Шевченко. Нет, не объявлена. Пока. А вот она, 8.95. И Зиганшина, Наталья Зиганшина. Прыгундину, как минимум, сравнимая с Замолотчиковой. Вот она, разбегается и... Прекрасно. Разговаривала с Ютуром Николаевичем Гавриченком. Очень еще мало, еще плюс в той травме, которую она восстанавливает после Штургарта. Она еще и приболела гриппом. В общем, это абсолютно в очень кратчайшие сроки. Как говорится, он ее собрал так, чтобы она прошла в многоборье. Прежде всего, помогла команде. Санкт-Петербург она воистину помогла, потому что они заняли первое место. Являются чемпионами России в командном первенстве. Ну, а вот у самой лично, так, по большому счету, потому что от гимнастского высокого класса, пока еще не все складывается. Но прыжок первый был очень амплитудно, лихо выполнен и закручен, и все правильно. И сейчас мы буквально вот увидим ее оценку на конь Махи. Максим Девятовский. Ну, это уже... Ого! Вот как жалко, вот как жалко. Это как раз представитель школы Ленинского-Сузнецкого. Мы вчера тоже вас знакомили с этим мальчиком. Но, естественно, еще пока нервная система приводит. Так что, да, давайте уж смотреть. Вторую попытку Зиганшины. И я... За первую она получила 9,4 десятых Зиганшина, Наташа. Сейчас вторую попытку. И очень хороший. Ой, как она здорово по технике выполнила. Я прям даже далеко не у многих это вижу. Сейчас, когда нам будут показывать ее повтор, мы попробуем... Я попробую обратить внимание на эту часть, где мне понравилось очень. Прыжок она выполнена блестяще. Безусловно, всем видна ошибочка в приземлении. Но она не настолько велика. Я запомнил, что у Наташи была первая попытка на 9,4. Вот, посмотрите, что... Сейчас она делает рандат. Ляг на поворотом на 180. И опять сейчас еще третий. Будет плоскость еще интереснее. Поворот на 30 вот здесь вот. Что мне понравилось, она как-то отошла прямым телом после толчка руками. Вот здесь вот. Раз. Маленький. И потом поворот был. Мне понравился очень. Прыжок. 9,35 балла. В итоге она лидирует в этом виде. И у нас... Уже обошла за молодчиком. Да, безусловно. Но некая борьба намечается и на конь Махе. Впрочем, опять выпускает прыгунью на старт. Это Ольга Азаркевич. Вы успели увидеть ее попытку? Я очень сочувствую. Нашу гимнастику так трудно показывать. В принципе, такой есть закон уже, финал, когда идет чередование. Но видно, если так очень четко чередовать, то мы будем часов пять показывать гимнастику. Они хотят сократить. И вызывают, как говорится, не дожидаясь... Да в тем временем Николай Крюков на конь Махе. Вот на Крюкову посмотреть бы очень хотелось. 9,3. Таков результат. Текущий... Лучший текущий результат. Это впереди всех пока Тихановский. Чуть-чуть ногами держись, Коля. Выдал. Отлично. Прекрасно. Прекрасно. Но, конечно, лучшего исполнения здесь мы не видели. И, я думаю, не увидим. Коля, безусловно, коневик. И показывает каждый раз очень такой хороший класс исполнения. Но, к сожалению, даже вот такого исполнения ему не хватает на международных стартах для того, чтобы получить золотую медаль. Невероятно большая конкуренция в этом виде многоборья гимнастическом у мужчин. А если еще учитывать некую инертность мышления арбитров, выражение в том, что уже принято поднимать Урцыку, принято поднимать еще кого-то там вот из этих самых коневиков. Тем не оценка у Коля великолепна? Нет, он уже теперь определенно обладатель. Или не великолепна? Великолепно. Девять четыре. Девять и четыре. Ну, великолепно относительно этих соревнований. А вот теперь Анна Павлова. Ну, о ней мы тоже говорили, как о перспективной гимнастке, которая признана самой надеждой года. Хорошо. Хорошо. По фазам полета хорошо. По форме тела хорошо. По вращению. Ну, просто хорошо. Маленькая ошибка приземления. Финал на коньмахе завершен. Там уже никто выступать не будет. Николай Крюков его выиграл. Второе место у Юрия Тихановского, третьего Тимура Кузьмина. И осталось понять, собственно, как выстроиться на этом педестале прыжковым девушке. Пока впереди Зиганшина, вторая Замолодчикова. И вот Павлова. Павлова, да. Она вчера заняла у нас на Габоре второе место. Это серебряная медаль на Габоре. И, в общем-то, это говорит о том, что девочка на Габорке в каком плане. И прыжки ей удаются, и брусьями справляется. Вольное упражнение умеет делать, а бревно упражнение на бревне не прогнозируется, как говорится. Но, в самом деле, она на нем тоже прекрасно работает. Два таких контрольных момента. Прыжок и вольный. Если гимнастка с этим справляется, она многоборка. Второе место, вслед за Светланой Хоркиной, которая вчера выступала просто безукоризм. Вторую попытку. Девять четыре за первый прыжок. Да, молодец. Вы знаете, мы сейчас должны чуть-чуть подождать, и как она Зиганшину обойдет или не обойдет. В общем, во всяком случае, где-то здесь вот буквально ноздря в ноздрю. Кто из них лучше, потому что и Наташа Зиганшина хорошо прыгнула, и Аня Павлова хорошо прыгнула. Анну Павлову тренирует ее мама и папа. Мы уже говорили об этом дуэте, или такое вот трио совершенно оригинальное. В нашей гимнастике и папа, и мама, и Аня, которая, в общем-то, все время впереди в тройке. И, как говорится, прям следом за Светой Хоркиной и пытается удерживать эти позиции. Но все время не хочу сбросить со счетов ни Зиганшину, ни Лену Замолодчикову, потому что с ними-то не так легко. Хоркина и в этом финале должна была выступать, но снялась. Правда, не со всех соревнований. Пока, во всяком случае, официально заявлено, что она будет выступать на брусьях. Это, как вы видите, некая сумбурная фиксация окончательных результатов соревнований в опорном прыжке. И вот они, 9-300 у Павловой. И таким образом, этот малый кубок выигрывает Зиганшина. Второе место у Павловой, третье у Елены Замолодчиковой. Вот так разложились. Ну, в общем-то, они были лучшими, действительно. Так что мы поздравим и Наташу Зиганшину вместе с Виктором Николаевичем Гавриченком. Очень хорошо выглядела Анна Павлова. Очень хорошо. Так что даже если пять сотых это не говорит о разрыве мастерства большого, это уже вот так судьи как бы расставили свои оценки. Ну, и Елена Замолодчикова. Это несменная чемпионка мира, наша прыгуня. Она просто сегодня была не в той форме, какой должна была бы быть. Но все равно в тройке она находится. Это что касалось прыжка. А в упражнениях на коне, в махе, у нас так разложились места. Николай Крюков первый, безоговорочно, без всякой конкуренции. Тихановский Юрий второй. И Кузьмин третий. Итак, продолжение соревнований. Это кольца у мужчин и брусья у девушек. Разминка на брусьях пока не завершена. Там на нее предоставляется чуть больше времени. Потому начинаем с финала на кольцах. И первым на этом снаряде будет выступать Тимофей Лазарев. Он отобрался восьмым в этот финал. Наконец-то полноценный из восьми гимнастов финал у мужчин. Его результат в квалификации? Девять и три десятых. Что, в общем, неплохо. Ну, в общем, неплохо, да-да. Посмотрим, что такое кольца и как с ними бороться. Вот горизонтальная или самолетик. Это очень трудный крест. Это уже мы все знаем. Это как астука прям. Очень трудный астука. Вот, видите, он опять перешел, оборот, и снова в крест. Это силовая часть. Махом и опять равновесие. Знаете, чуть-чуть он мотнул ногами, так вот, ну, как бы опустил. Это, конечно, ошибка. И раскачался немного. Это все маленькие ошибки, но они считаются, считаются. И, как говорится, потом все складывается. И не очень высокая оценка получается. Вот здесь не дошел до стоечки. Я вам уже подсказывала, что надо стойку построить прям вдоль троса. И не раскачиваться. Он, как говорится, борется. Ну, молодец. Все-таки кольца считается очень трудным снарядом. Правда, Денис не делает замечание, говорит, а какой же нетрудный. Ну, когда каждый раз подходишь к тому или другому снаряду, то... Ну, трудный. Действительно, очень трудный. Одновременно, увы, одновременно исполнила упражнение на брусьях Юлия Хоркина. Такой вот финал с двумя Хоркинами. Одна начинает, другая заканчивается. Да, совершенно справедливо. Сестры Хоркина обрамляют этот самый финал. Знаете, чего жалко было? Она так по конституции, по сложению тела, так похожа на самую главную героиню нашего, всей гимнастики, да? Что прям вот удивительно, думаешь, может быть, это прям как клонирование, да? Может быть, следующая будет чемпионка. Ну, посмотрим. Ее оценку пока не объявили, так же, как, собственно, и оценку первого финалиста. На Кольцах второй будет выступать на Кольцах Инна Виноградова. Так что, я думаю, можно... Она пока готовит снаряд. Давайте смотреть на Максима Девятовского. Да. Продолжим. О Кольцевиках. Да, да, да. Пока еще оценка думается, выставляется. А вот готовится уже Максим Девятовский. Мы о нем говорили много. Лизинецкий. Возлагают на него много, но пока и горит он много, к сожалению. Поэтому, может быть, его надо поругать. Тогда будет получше его старт. Девятовский Максим тоже еще все-таки относительно молодой человек. После 2004 года тренирует его Геннадий Никифорович Столяров. Это заслуженный тренер Советского Союза. Очень опытный человек. Девятовский, папа его родной, тренирует Игорь Александрович. И рядом тот же Циммерман Александр Эдуардович, который как бы во всех вопросах им помогает. Видите, как тщательно тренер подсаживает гимнасты на кольца. Потому что надо очень удачно схватиться правильно. Пока он хорошо это начало выполнил. Вот эта вся силовая часть выполнена, по-моему, на хорошо и даже чуть больше, чем на хорошо. Я бы так называла. Положение носочков, оттянутых, ноги вытянутых. Такое... Это говорит о классике у нас. Здесь к ним, как говорится, претензивание. Ну, немножко болтается. Так. И двойное сальто, прогнувшийся. Ну, вот это Девятовский, Максим. Где-то, мне кажется, они так относительно одинаково выполнили. Я, к сожалению, пропустил оценку Лазарева, Тимофея, да? Да, 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 да. Но Днива одна. И вообще объявлена пока только одна оценка. Обнародована, я бы даже сказал. Восемь семьсот двадцать пять. Это у Юлии Хоркиной было столько. Готовится на кольцах Егор Гребеньков. Я полагаю, что мы будем пока следить за... Именно за... За финалом на кольцах. А на брусьях готовится Мария Крючкова. Это Южный округ. Вот такие у нас относительно новые имена. Потому что мы Крючкову, Марину, вчера не могли вам показать. Сейчас посмотрим, кто у нас подойдет первым или кто... Кого нам покажет. Вот и конь ожидает своего... То есть конь-то мы уже отработали. Конь мы отработали. На кольцах... Егор Гребеньков. Ну, а Гребеньков это мы уже тоже многое-многое знаем. Потому что это, по-моему, основной представитель Санкт-Петербургской команды. Такой стержень. Тренирует вот Петров Сергей Валентинович. Ну, вот и вот уж сила должна, как говорится, и Бог помочь в этой части. Очень четкое положение рук было во время креста. Абсолютно горизонтальное. Вот этот самолет блестяще выполнен. Все, вот это все мы пока с вами наблюдали силовую часть. Это махом стойко. Он ее... Вот сейчас зафиксировал вторым оборотом. И двойное сальто назад с винтом в первом. Ну что ж, Гребеньков, в общем, где-то в районе 9.3-9.4 он так и работает. Не знаю, что... Оставят судя, как его четко отсудят. Пока у Лазарева 9.3, у Тимофеева 9.2. Видите, как мощно, размашечко. Знаете, Клисть Гавриловна, а как вы полагаете, вот вы говорили, хорошо, неплохо, вот такого рода определения. А вот хоть что-то было в выступлении Егора, что про что можно было бы сказать шикарно, роскошно? Шикарно было начало. Я сказала, крест он выполнил просто удивительно четко, точно. И потом я еще раз сказала, что вот эта силовая часть, на мой взгляд, была выполнена достойно. Поэтому это уже немаленький задел. И вот оценка его 9.4 десятых. Он выходит в лидеры. Не могла же, я сказать, безукоризненно, отлично. Отлично, когда оценка где-то за 9.8 перепадает. А здесь я говорила, вот эта середневковая такая часть, но хорошая часть, такая надежная. Сергей Харахордин, на ваших экранах у него, кстати, у Гребенкова и в квалификации был 9.4, а вот у этого гимнаста 9.450. Ага, вот какая красота. Посмотрите, я понимаю, почему 450. Вот уже глаз сразу заметен выше. Тот тяжеловат чуть-чуть был. Этот его изящнее, поэлегантнее. Полегче, я бы сказала. Опа! Это невероятно трудно. Это невероятно трудно делать. Не раскачивайся, держись. Вот у них атостатические упражнения ровно секунду. И не более удерживание. Ну и тройной сальто в соску. Ты знаешь, есть надежда, что он может получить побольше, чем Гребенков. Немножко брусья не свеваем, как-то они почему-то не считают. Ну вот пока, как-то я посматриваю за тем, что там происходит, пока там не происходит ничего того самого шикарного, того самого роскошного. Предыдущие участницы... Ну там были, честно, не те участницы. Да. Не брусистые. Просто, а, знаете, просто сорвалась, и вторая с трудом сейчас удержалась. Это, кстати, москвичка сейчас работает, Орлова. Тренер, который еще совсем молодая, как тренер Лена Шевченко, олимпийская чемпионка, чемпионка командного первенства, еще в Сеуле, еще я ее судила. А вот она сегодня же тренер, выводит свою ученицу, которая заняла в многоборе четвертое место. Я считаю, это немалое достижение и для ученика, и для третьего. И таким вот образом после первой половины этого вида на кольцах лизирует Гребеньков с оценкой 9-4. Правда, Харакордину пока не поставили. А вы видите повтор того единственного выступления, которое, в общем-то, может быть, оценят за 9. Ведь это та самая Екатерина Орлова и та самая ее тренер. Елена Шевченко, да? Елена Шевченко, да. Я, вернее, видела, что она, вроде, некоторую ошибку сделала. Вот, вот, вот здесь ее загнула, очень загнула. И она все равно выкрутилась. Поясничка слабовата еще. Она не держит вертикальную стойку. Когда отклонение от вертикали, сразу безусловно трудно делать повороты на 360 градусов. И сейчас она со скок, первая, задняя. Но и ее оценка, впрочем, не дотянул до 9,8-85. И все равно пока, наверное, самая высокая. Посмотрите, у нас какие у этой первой четверки весьма-весьма скромные оценки, если не сказать ниже того. Ну, а на кольцах впереди Гребеньков с оценкой 9-4. У Харакордина было 9-2. Там результаты поплотнее. 9-2 это пока наихудший, 9-4 пока наилучший. У девушек разброс уже больше балла. И то ли еще будет, когда на этом снаряде выступит Павлова, Миллер, Хоркина. А здесь на кольцах продолжение представления начинается с выступления на этом снаряде Алексея Бондаренко. И я вот лично ничего больше не скажу. Ну, конечно, потому что мы очень много про него рассказываем. И давайте, правда, помолчим. Только сказавшее одно могу. Он все умеет и все может говорить. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok. Классный. Классный гимнаст. Как раз про него можно говорить в превосходной степени. Ну, слава богу, отработал. Тем временем на Брусси уже готова... Шевченко. ...выйти Шевченко. Собственно, что и делает чуть позже. Об этом Алексей Бондаренко в ожидании оценки. Уже как минимум ему сегодня, наконец, удалось отработать без срыва. Как это было в Вольных и на Коньмахе, что уже точно неплохо. Ну, база, 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 база. Базу пока не показывает. И вообще не показывает. Нет, ну давайте посмотрим на него еще раз. Если сделал уголок, то он был абсолютно правильно выполнен. Если это стойка, то абсолютно четкое положение стойки. 9-5 его оценка. И он выходит в лидеры на этом снаряде. Это справедливо. А теперь, конечно, желательно перейти нам на девочек. Потому что там будет сейчас решаться судьба Кубка России в упражнениях на брусьях. Поздравляем Алексея Бондаренко. Он так вот может выступить абсолютно на всех снарядах, повторяю. Потому что у него и мастерства, и данных, все для этого есть. Кроме вот какой-то такой нервности лишней. Так у нас отработала Шевченко Александра. А сейчас будет готовиться Анна Павлова. Потому что они, в общем-то, если Павлова немножко уступала, то Миллер, гимнастка из Станкт-Петербурга, и Оргин имели вообще в предварительных результатах одинаковые оценки. Ну, я знаю, что и Павлова так же умеет выступить. Сейчас же все с нуля мы начнем с вами, уважаемые телезрители. Очень долго готовят снаряд. Ну, и тщательно. Вот посмотрите, сколько мотается и мартышек, и тренер, и две девочки. И подставляют, и наклеивают магнезию на жерде. Потом другая гимнастка подойдет, это все сотрет до чистоты. Почему это вот это вот, видите, что делается? Видите? Видите, 30 секунд отводится на подготовку к гимнастке. Тут уже явно больше потрачено. Здесь уже явно больше, но, в принципе, надо учить... Ну, они пока еще судьи заняты, поэтому они пользуются этим моментом. Судьи пока выставляют оценку предыдущей гимнастке Александре Шевченко. Интересно, что там за дискуссия по этому поводу такая судьбоносная, что никак они не огласят эту самую оценку. А немножко попробую постараться объяснить, что же они считают. Потому что если гимнастка выполняет тот или другой поворот в стойке на кистях, к примеру, четко в стойке на кистях на 360 градусах, то это будет элемент группы С. Если она чуть-чуть не дошла до этой вертикали, а те же 360 добавила, то праве судья уже на градацию ниже этот элемент. А тут, понимаете, бесконтакт. То в стойке, то не в стойке, то это... И еще надо записать все упражнения. В общем, не очень легко. Ну, так или иначе, с одной стороны, они помогли отчасти Павловой, с другой она вынуждена вот эту концентрацию удерживать. Вы видите Павла Кашевого, выступление Павла Кашевого. Показываем мы его вам в записи. И уж покажем. Но как только... Не покажем. Вот и Павлов. В общем-то, это грамотное, безусловно, решение решера трансляции. Леонида Кущина, он сегодня руководит камерами. И вы видите Анну Павлову. Молодец, Леонид. Он дает самое интересное нам момент. Вот она сейчас совершала поворот вокруг одной ноги сальца вперед, ноги в рот. Все чисто. Теперь ей переходить надо на нижнюю жертву. Вот как перелетели. Мы изящно, красиво. Как спланировали буквально. Хорошо подкупает чистота. Вот если мы когда наблюдаем за другой какой-то гимнасткой, которая не способна вот так абсолютно вытянуть и уметь держать ноги. Ну что же, что касается техники восполнения или самого, то таких ошибок больших я не заметила. Ну, в пределах там двух-трех десятых. Но все будет зависеть от того, как ей оценят базу именно этой программы. Ну, мы не тря, в общем, рассчитывали на то, что сейчас будет именно в этих трех девчонках решаться два. Да, ведь пока ни одна из оценок за девять не перевалила Шевченко, думали, 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 думали и придумали восемь семьсот семьдесят пять. Тоже ниже девяти. Более того, это еще и не лучший результат. До выступления Павла выализировала Орлова. Так нет, вот ошибочек где-то я уже на девять четыре. Сейчас на ноль четыре так набираю ошибочек. Ну, смотря какая база. Если девять семь, то может девять три получиться. Если... Где-то вот здесь. Девять три, девять четыре я бы ей ставила. Не знаю, как получится. Десятибальную базу выбрать надо бы у всех. Очень. Это под силу нашей чемпионки Светлани Хоркиной. И, кстати, Миллер, я надеюсь, тоже может показать десятибальную цифру. Ну, что же они так долго Павлову не выставляют в оценку? Так, девять я уже вижу. Уже первая цифра девять, что радует. Девять две. Даже девять двадцать семь. Девять двадцать семь. Девять двадцать семь. Девять пять. Три. Пять. Двести семьдесят пять. Вот до трёх чуть-чуть не хватило. Девять три бы. Ну, вот. Уже даже в силу тысячные пошли. Полина Миллер. Вот она. Появилась в кадре и на снаряде. Да. И обращайте внимание на её лёгкость, виртуозность, темп. Она меня поразила на юниорской Европе в Греции. На брусьях. Опа. Видите, как она без подготовки особо перешла. Вот и всё. Вот и всё. Ну, ничего страшного. Я не собиралась её, как говорится, сглазить. Ничего. А просто постаралась ещё раз посмотреть на девочку, способную хорошо работать на брусьях. Конечно, это обидно. Досадно. Ой, удержалась. Так она опасно-то покидала в снаряд. Да. Ну, нет, нормально. И всё-таки вся приземлила на ноги. Завершаются соревнования кольцевиков. Там заключительный участник – это Евгений Крылов. Пока, впрочем, никто не посмел покуситься на лидерство Бондаренко. Но Крылов и тоже умеющий работать на брусьях, между прочим. Евгений Крылов, Уральский округ. Мы покажем это выступление через небольшую паузу. Хорошо, это очень приятно, потому что он может вполне тут вмешаться в разборки этих на кольцах. Оценка? Пока ещё не поддали Миллер, Полине. Вы слышите свист в зале, гул и вообще всяческое проявление эмоций. Да. Даже не свист, а скорее визг был. Визг, да. Во всём мире, по поводу Светланы Хоркиной. Да, да, да. Ну, а мы видели, у Полины была ошибка Миллера, я хочу сказать, предыдущая. Помимо того, что она как бы всё совершила. Я вот сейчас увидела база 9,7, база предыдущей гимнастской. Ничего себе, это они так долго размышляли только лишь над базой. Молодец. Денис, дай-ка ещё раз тогда повторю. Вот у него вот эта ошибка была значительная, такая на нижней жерде. Сразу бонусы все отметаются и, в общем... Ха, корректируют базу не 9,6 уже, да, а не 9,7. Правильно. Это база или оценка? Нет, это база, но вряд ли 9,6 за такое выступление. Я слышу, что Питер объявила, наверное, тоже. Ты знаешь, а может ли так и поставить, и оценку, и тогда я не пойму. Нет, нет, они ещё вычисляют. Судии вычисляют. Нет, это была действительно корректировка базовой стоимости. Нет, мы же уже говорили, повторим для тех, кто не сначала трансляцию смотрит. Лидер Акаев повелел здесь иначе считать базу, нежели на международных стартах. Там складывают элементы в связки, и чем логичнее и быстрее они связаны, тем связка дороже стоит. Здесь эти связки не считаются, а только группа элементов. Логика в этом объяснённая, Лидия Гаврииловна, заключается в том, что просто пусть отработают сверхсложные элементы, потом за оставшиеся полтора года до Олимпиады будем их соединять. Влетать в какие-то кружевары. Ну, не скажу, что эта система тут восторг вызывает в кулуарах. Денис, в кулуарах-то, конечно, не вызывает. Потому что это, во-первых, сразу базу резко понизилось. Тяжело. Ну всё, поставили оценку. Поставили, но мы её просмотрели в районе 8-9. И и в главную комнату. Спасибо. Молодец. Ну вот и всё, значит, опять у нас обладательница Куркина-Брусьев, Светлана Хоркина. И я поправиться хочу. Вот Полина Миллер, которая ошиблась во время проведения своей упражнения, а там появился левый 8-6. Я просто знаю уже, по опыту, что это конфидит парень вообще. Поэтому надо, давайте посмотрим, что уже он покажет нам. Ой, на кольце. Видите, как он плечевой пояс. Очень легко и непринужденно выход в кресло и вти угол. Горизонтально и назад абсолютно чётко. И ещё раз. Ну, конечно, надо пилачку. И вот, видите, какая линия горизонтальна, абсолютно параллельно полу. Длинии руки я имела уже было. Да, силовая часть ему удалась, по-моему, очень хорошо. Видите, я уже добавляю очень хорошо. Стойки блестящие. Ну, не знаю, чуть-чуть маленькие ошибки, так что... Но, так или иначе, всё это закончилось выставлением оценки 9-600, и он выиграл этот вид. Поздравляю. Итак, мы продолжаем с вами показывать финал в отдельных видах. Сейчас к бревну подошла уже Светлана Хоркина. Пока ничего не будем добавлять, давайте вместе с вами проследим. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вот. Продолжение следует... 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 И, конечно, мы все-таки остановим внимание на Ежовой. Она у нас неоднократная чемпионка на бревне, Людмила Ежова. Вот после Зиганшины посмотрим, как ее будет нервная система справляться с этим напряжением. Ну, еще раз одну попытку смотрим за Анатолием. Молодец, молодец. Вот этот каверзный такой, с одной стороны, очень многие его показывают, 2,5 сальто вперед. Но многие плохо приземляются. Анатолию Васильеву этот кружок удался. Так что посмотрим. Простите, я должна все равно исправиться обязательно. Это был Голосуцков Антон, который выполнил 2,5 сальто вперед. А Васильев закончил все равно первой строчкой. И у него оценка 9,175. Пока это лучший результат на прыжках. И у девочек, еще раз напоминаю, впереди Светлана Хортина, ну, со словной оценкой 9,2 десятых. Я вам напоминаю, что сегодня особо высоких результатов на бревне, вообще на любом снаряде трудно нам ждать, так как очень высокие требования предъявляются нашими российскими правилами, нашим уже гимнасткам. Вот, ну, вот Людмила Ежова. Это бревнество. Отличка, динамовка. Заслуженный мастер спорта. Да, вот эту линию она провела успешно. Вот это прыжок на 360, кажется, на фоне всех сальковых элементов не такая сложность, но он очень говарен при исполнении на бревне. У себя удержать на высоте, да еще на ширине в 10 сантиметров, нелегко. Вот эти все, как бы, фляковые движения назад с поворотами на 180, на 90 градусов, они, каждый сам по себе элемент, вот она вообще построила, может быть, программу вот на таких вот элементах, но с разной степенью поворотов, но в конце концов она набирает определенную трудность в этом. Прыжковая серия. Главное, что она не дрожит, понимаете? Что-то она ходит, довольно уверенно по этому снаряду. Ну и Сосков. Вот это Людмила Ежова. Теперь будет все зависит от того, какая ей сейчас рассчитана будет пазовая стоимость. И есть, у меня мнение, такое предположение, что она может обойти Светлану Хоркину. Егор Грибиньков тем временем свою попытку осуществил. Лидия Гавриловна, когда мы бревна, а есть ли вообще в мире хоть одна гимнастка, глядя на которую вы можете сказать, ну вот это в жизни никогда не упадет с бревна. И вообще за вашу жизнь в гимнастике встречалась ли вам такая? Ну, встречаюсь, встречаюсь, сразу начну с российской гимнастики, ой, с румынской гимнастики, потому что они удивительно четко и так уверенно работали на этом снаряде. Как бы я всегда говорила, их трудно даже спихнуть. Извиняюсь, сейчас еще раз посмотрим на прыжок. Молодцы. Вот, но так, чтобы вот гарантировать, что никогда не упадет в Денис, это невозможно. Так же, как женщины, непредсказуемые, не знаешь, где она дробнется или что-нибудь она часто говорит, да, иногда. Вот, ведь они, я тысячу раз говорю, что повторяют многотысячное количество повторений на этом снаряде. Однако вдруг выходит и дрожит, просто как овечь их восемь. Вторая попытка у Гребенькова И, и вот он, этот самый прыжок, который почему-то в большинстве случаев завершается в неточном приземлении. Так, и сейчас у нас выходит Анна Павлова на снаряд. Ну, вот оценка Ежова, я вижу, 9,5. Так что она обошла Светлану Хоркину, и все сейчас будет зависеть от Анны Павловой. Вот такая балансировка тоже стоит, 0,5-0,1. Мелкая ошибка у нас такая, от 0,5 до 0,1. Опять же говорю, в силу вредности судей каждой, кому что надо, но вправе будет и тот, и тот. В чем это, в общем, совсем правильно, на мой взгляд. Пока она ведет уверенно программу. Молодец. Вот такой элемент судей, конечно, поощряется, как бланш назад. Как назад прогнувшись на две ноги, с приземлением на две ноги одновременно. Вот какой прыжок в пистолетии с поворотом на 360 тоже достойен уважения этот прыжок. Ой, какой хороший прыжок. Это китайский, китайский прыжок. Я считаю, прыжок кольцом, это безумие на бревне. И как его выполняют китайские гимнастки, я очаровываюсь и замираю. Но сейчас-то Анна Павлова это сделала совсем не хуже. Сейчас поскок, и я дохвалю ее дальше. Вот чуть-чуть не до ворот при приземлении, тоже за это будет наказано. А прыжок она сделала так. Со смены ног шпагат, казалось бы, но сгибая ножку заднюю, она должна коснуться затылкой головы. В общем, очень такой амплитудный, отчаянный прыжок, потому что, ну, абсолютное невидение, куда ты обратно возвращаешься. Надо вернуться на 10 метров. И именно этот эпизод сейчас и повторил решивер трансляции Леонид Гущин. Что, конечно, смотрелось весьма эффектно в замедленном повторе. Ну, вот сейчас у меня такое ощущение, я опять немножко теряюсь, потому что я не могу вычитать четко базу. А где-то она может и даже у Ежовой выиграть. Но Ежова довольно высокую оценку получила, 9,5 десятых. Это немало. Вот здесь Анна ошиблась немножко в том, что она не завернулась. Ну, чуть-чуть подождем, не будем гадать, четко расставим. Пока Ежова первая, Хоркина вторая, но я думаю, где-то здесь Павлова должно быть. Ну, вот закончился еще один вид в гимнастическом многоборье. И остается у мужчин грузия и перекладина, а у девочек просто самый нарядный вид. Это больное упражнение. Ну, и остается объявить, кто же выиграл у мужчин. Антон Галатусков свое лидерство удержал. Гребеньков на пятьсотных меньше получил за свою пару прыжков и оказался вторым. Анатолий Васильев третий. У Павловой меньше, чем у Ежовой оценка. И в итоге у Ежовой девять... Ну, девять пять это было, и Хоркина девять две, а Павловой пока еще не... Ах, нет, ах, нет, аж нет, я поспешил там, да, консультация продолжается. Евгений Подгород, на ваших экранах, увы, болен, но не травмирован, не травмирован. Простудился. Это, к счастью, лечится быстрее. Что же до еще не выступающих топ-гимнастов российской сборной и гимнасток, то это, конечно же, Екатерина Лобознюк, Мария Засыпкина. Они еще долечивают свои травмы. Но я говорил минут 15 назад с тренером Катей Лобознюк. Уже в июне они будут абсолютно готовы соревноваться. И, соответственно, в августе на чемпионате мира в Инахайме Екатерина Лобознюк может выступать в российскую команду. Весь вопрос в том, в какой она форме будет. 65,9, не вижу оценку, девочка загораживает, какая оценка. Кстати, пчурка, которая изобразила на табло оценку, сама же ее и закрыла. Ну и как бы спрашивать? Ну вот надо, значит, немножко ждать только табло. Нет, 9,55 вот и оценка, да. 55, значит, она выходит вперед, да. Она выходит вперед, Анна Павлова, вторая Людмила Ежова и третья Светлана Хоркина. А вы видите, как Цвети, которая в только что завершившемся раунде была третьей, выручают кубок за победу в раунде предшествующим. Предшествующим. Доктор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Доктор субтитров А.Егорова